Минимизировать облучение и снизить риск возможного вреда для здоровья. В Рязанском радиоуниверситете изобрели устрофокусный рентгеновский аппарат. Причем его возможности не ограничиваются только областью медицины. Это устройство способно, например, сканировать сложные микросхемы. Разработка рязанцев уже заинтересовались за рубежом. Подробнее об изобретении рязанских ученых Татьяна Щекина. Это переливающийся радуга картины электрического поля. За понятными только специалистов формулировками то, что ясно каждому. От результатов расчета будет зависеть работа новой разработки рязанских ученых. Острофокусного рентгеновского источника. А те, что массово используются сейчас, он отличается долговечностью, компактностью, а главное предельной точностью. Обычный источник, это сплошной поток, который облучает не только тот участок, который мы хотим с вами сфотографировать, но и все окружение. Поэтому, в принципе, доза получается большими и вредными. А здесь источник, вот он, кстати, как пример источник, небольшая зона излучения. И вот мы, допустим, приставляем к тому месту, которое мы хотим исследовать. Приставили и просвечивается именно то место, которому нужно, например, звук больной. Исследования шли год на грант, полученный в рамках программы поддержки развития науки и инновационной системы. Собирать опытный образец приборов в радиоуниверситете не спешили. Сначала все проверили на программном уровне. Обеспечения, кстати, разработали сами. После виртуального тестирования можно было практически со стопроцентной уверенностью говорить, этот прибор ждет большое будущее. Кроме медицины, его можно использовать в биологии и даже в микроэлектронике. Латы у нас имеют не просто один слой, да, к примеру, а несколько слоев. То есть увидеть элемент, который внутри, невозможно. С помощью данной лампы, да, вставляется она в прибор, и можно просвечить в том, просматривать все приборы, то есть на повреждения и так далее. Аналоги в мире уже есть, но рязанская разработка превосходит их по многим характеристикам. Например, срок службы в 10 раз дольше. Кроме того, рязанский источник более точно фокусируется. Кстати, работа еще не закончена. Как говорят ученые, еще предстоит совершенствовать детали и сделать компактный блок питания, и даже на базе уже существующей лампы сконструировать рентгеновский микроскоп. Впрочем, считают в университете, это будет уже не так сложно. Ну, облегчение, облегчение того, что получилось. Потому что это был не единственный прибор. Мы столкнулись с тем, что что-то не подходит, что-то мы делаем не так. А вот когда получилось, да, особенно когда мы его проверили, что-то получилось на выходе, то это уже было массой ощущений. Исследования не должны ограничиваться чисто научными рамками. Разработки нужно уметь продавать. Об этом не раз говорил президент Дмитрий Медведев. Острофокусным рентгеновским источником, разработанным рязанскими учеными, уже заинтересовались в США и Южной Корее. Вот только внутренний рынок пока молчит. Продвинуть прибор именно в России и будет задачей на ближайшее время. Татьяна Чикина, Юрий Косоротов, Вести Рязань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова